Если ты хочешь научиться много подтягиваться, то твои тренировки должны следовать трем простым правилам. Во-первых, они должны быть регулярными. Во-вторых, они должны быть разнообразными. И в-третьих, ты должен повышать нагрузку от тренировки к тренировке. И сегодня я познакомлю тебя с одной из возможных программ по увеличению количества подтягиваний на перекладине. Она была разработана американским пехотинцем Чарльзом Льюисом Армстронгом, который в свое время устанавливал рекорд по количеству подтягиваний в одном подходе. Очень многие люди по всему миру уже опробовали эту программу на себе. И спустя 1-2 месяца тренировок уже смогли удвоить свой результат. Эта программа ориентирована в первую очередь на начинающих, на тех, кто подтягивается меньше 10-15 раз. Если же твой уровень выше, то рекомендую посмотреть в описании к видео ссылки на другие мои программы, которые ориентированы как раз на продвинутый уровень, на тех, кто подтягивается 20 раз, но хочет больше, или на тех, кто хочет вообще выйти за барьер в 30-ку. Ну а теперь приступим к самой программе. Программа состоит из двух частей, из утренней и основной. Каждое утро вы будете начинать с трех подходов отжиманий от пола. Каждый из них вы должны выполнять на максимум. Время отдыха не регламентировано, поэтому делайте по самочувствию. Но задача именно в том, чтобы делать это с утра. Когда вы встали, сделали зарядку, затем три подхода отжиманий. Основная программа, в рамках которой вы и будете выполнять подтягивания, делается во вторую половину дня. Это может быть в обед, после обеда или вечером. Основная программа рассчитана на пять дней. То есть вы будете тренироваться с понедельника по пятницу. А суббота и воскресенье будут выходными днями, когда вам обязательно нужно отдохнуть от тренировок. Вроде бы все вводные данные я вам рассказал. Осталось только напомнить, что необходимо следить за качеством. Если вы хотите получить результат, будь то увеличение количества повторений, рост мышечной массы, всегда следите за качеством повторения. Оно намного важнее, чем конкретное число, конкретное количество, которое вы сделаете в тот или иной день. Ну а теперь давайте по порядку рассмотрим, что вы будете делать в каждые из пяти дней тренировочной программы. В первый день ваша тренировка будет состоять из выполнения пяти подходов подтягиваний на максимум. Отдых между подходами 90 секунд. Как я уже сказал ранее, не нужно волноваться по поводу того, сколько именно вы выполните повторений. Ваша задача делать все максимально качественно и не слезать с турника до тех пор, пока вы не выложитесь на максимум. В идеале вы должны висеть до тех пор, пока ваши пальцы сами не начнут разгибаться и вы не соскать, сдете вниз. Сегодня вы будете делать пирамиду. Что это такое? Вы начинаете с первого подхода, в котором делаете одно подтягивание. Отдыхаете 10 секунд, делаете второй подход и в нем два подтягивания. Еще 10 секунд отдыха, третий подход, три подтягивания. И так далее вы идете вверх, отдыхая по 10 секунд после каждого подхода, до тех пор, пока не дойдете до своего максимума. Как только вы в подходе не смогли увеличить количество повторений, это ваш последний подход. После этого выполните еще один подход на максимум, и на этом тренировка будет закончена. Вот мы и добрались до середины недели, и сегодня я познакомлю вас с концепцией тренировочных сетов. Что такое тренировочный сет? Это определенный подход с определенным количеством повторений. Вы должны его определить для себя таким образом, чтобы вы могли выполнить 9 таких тренировочных подходов, тренировочных сетов. При этом в каждом вашем подходе должно быть одинаковое количество повторений. Сколько именно, здесь сказать сложно, и вы подберете это количество только путем эксперимента. В течение времени вы будете лучше понимать, на что способен ваш организм и какой время нагрузки соответствует вашему текущему уровню подготовки. И как вам определение количества повторений в тренировочном сете не составит проблем. Что еще стоит заметить, эти 9 тренировочных сетов, 9 тренировочных подходов будут разделены на 3 части. Первую часть вы делаете узким хватом, 3 подхода. Следующую часть нормальным хватом на ширине плеч, то есть еще 3 подхода. И последние 3 подхода вы выполняете широким хватом. Отдых между подходами не более 60 секунд. Хочу сразу вас подготовить к тому, что четвертый день в программе будет самым-самым длинным. Сегодня вы будете выполнять, опять же, тренировочные сеты, с которыми вы познакомились на прошлом дне. Но вы будете выполнять не 9 подходов, а максимальное количество подходов до тех пор, пока вы можете выполнить полноценный тренировочный сет. То есть, если у вас, допустим, в тренировочной сете 5 подтягиваний, то вы выполняете подходы по 5 подтягиваний до тех пор, пока можете потянуться 5 раз. Как только вы дошли до той точки, что не можете потянуться 5 раз, когда вы потянулись 4 и все, руки уже не держат, на этом ваша тренировка заканчивается. Отдых между подходами, как и в прошлый раз, не более 60 секунд. И если сегодня вы сможете выполнить более 9 подходов, более 9 тренировочных сетов, то рекомендую на следующей неделе в среду увеличить количество повторений в каждом сете хотя бы на единичку. И, наконец, последний день тренировочной недели. И в этот день вам следует повторить тот день из предыдущих четырех, который показался для вас наиболее сложным. Вот, собственно говоря, и все. Довольно простая программа, которая, тем не менее, принесет результат всем, у кого есть желание увеличить количество повторений. И кто сейчас потягивается меньше 10-15 раз, больше добавить нечего. Тренируйтесь регулярно, эффект будет. Продолжение следует...